В текущем году в Самаре обновляют 28 километров тепловых сетей. Это 24 объекта в разных частях города. На сегодняшний день большинство задач находятся на стадии завершения. На участках заканчивают земляные работы и приступают к восстановлению благоустройства. Особое внимание во время этого процесса уделяют объектам социальной инфраструктуры – школам, детским садам, медицинским и другим учреждениям. Все объекты на образование точно до 1 сентября надо завершать, чтобы люди не испытывали неудобства. Прямо 100%. Принятое время. Текущую ситуацию обсудили на заседании городского штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Она также отметила, что все перекладки в обязательном порядке должны заканчиваться полным восстановлением благоустройства. Я вас очень прошу, мы своих подрядчиков тоже контролируем, насколько они добросовестно выполняют благоустройство. Часть актуальной работы по подготовке города к отопительному сезону – это проверка коммуникаций в самих зданиях. Необходимо подготовить 564 муниципальных объекта социальной сферы. На сегодняшний день их готовность составляет больше 94%. А также нужно проверить более 10 тысяч многоквартирных домов. Так, например, промышленный район одним из первых завершает подготовку жилого фонда к сезону холодов. Из 1550 МКД подготовлено 1548, что составляет 99,9%. Для удобства разработаны специальные чек-листы проверок, которые напоминают о порядке проводимых процедур в рамках подготовки к отопительному сезону. Если управляющие компании будут проводить проверки с нарушениями, либо сообщать недостоверные данные, то их будут штрафовать. Основным вкладышем является акт промывки и опрессовки к очередному отопительному сезону внутридомовой системы центрального отопления. Отсутствие подобного рода действий приводит к высокому штрафу. Большому – это порядка 250-300 тысяч рублей. И в последующем, если управляющая компания или ТСЖ не устранит это нарушение, дом, возможно, будет исключить из реестра лицензии. По состоянию на сегодняшний день подготовлены 9970 объектов жилищного фонда, что составляет практически 99%. Осталось завершить работы в 116 многоквартирных домах. Параллельно с этим управляющие компании будут продолжать вносить актуальную информацию в электронную систему ГИС ЖКХ. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.